Четыре советских кинофильма с участием культовых грузовиков. На что мы обычно обращаем внимание, когда смотрим свои любимые фильмы? На игру актеров, на сюжетную линию. А что будет, если обратить внимание на технику, которая там снимается? Ответ прост, это наша подборка. И начнем мы, пожалуй, с советского кинематографа. В фильмах времен СССР снималось немало грузовиков. ГАЗ-51, КАМАЗ-5320, ГАЗ-АА, МАЗ-200. Сейчас они по-настоящему легендарны, но в свое время это были обычные рабочие лошадки, которые каждый день трудились вместе со своими владельцами. В этом материале мы расскажем о фильмах, в которых эти грузовики не просто отлично сыграли свои роли, но и благодаря которым вошли в историю кино. Счастливый рейс, 49-го года, фильм. Снимается ГАЗ-АА. По сюжету еще совсем молодой шофер Синичкин садится на дебютную в своей жизни машину. Далеко не первой свежести ГАЗ-1,5-АА. Несмотря на плотевное состояние доставшейся машины, Синичкин не опускает руки и доводит ее до ума. ГАЗ-Ац платит ему той же монетой. Преобразившийся до неузнаваемости грузовичок принесет своему водителю успехи в труде и в личной жизни. И это мы про знакомство с заправщицей-фенечкой. Напомним, что производство ГАЗ-АА стартовало в 32-м году, а прообразом стал культовый Форд-модель АА. Первые два года кабина делалась из дерева и прессованного картона. И только потом на заводе было решено перейти на металл. Следующий советский фильм «Дело Румянцева» 1956 года. Там снялся Баталов и он управлял МАЗ-200. В этом фильме баранку МАЗ-200 крутил Алексей Баталов. До съемок этого фильма у Баталова не было прав на управление грузовиками. И он специально пошел учиться, чтобы управлять МАЗом самостоятельно, без дублера. Бортовые грузовики МАЗ-200 начали выпускать в 51-м году, взяв за основу американский GMC. Даже дизель ЕАЗ-204 по факту являлся копией дизеля GMC-4-71. За годы производства с конвейера сошло 230 тысяч грузовых машин МАЗ-200 семейства. Следующий фильм живет такой парень 1964 года. ГАЗ-51 там был. В фильме живет такой парень. В этом фильме ГАЗ-51 водил Пашка Колокольников, которого сыграл Леонид Куравлев. Машина ГАЗ-51 по праву признана самым массовым грузовиком в СССР. 51-й вообще можно считать самым часто снимавшимся в кино советским грузовиком. На его счету десятки ролей. Помимо главной роли живет такой парень, он засветился в фильме «Солдат Иван Бровкин», «Алешкина любовь», «Операция И» и другие приключения Шурика и прочие фильмы. ГАЗ-51 стал популярен за пределами СССР. Автомобиль собирали в Польше и даже в Китае с Кореей. Следующий фильм «Найти и обезвредить» 1982 года. ЗИЛ-133ГЯ догоняет КАМАЗ-5320. В этом фильме «Найти и обезвредить» снялись сразу два грузовика – ЗИЛ «Баба-Яга» и КАМАЗ-5320. Причем снялись в одной общей сцене, где ЗИЛ гонится за КАМАЗом. Весьма символично, что эти две машины встретились на съемочной площадке. Это «Найти и обезвредить». Ведь десятитонник ЗИЛ-133ГЯ часто называют КАМАЗом. Но разве что с ЗИЛовской кабиной. На самом деле от КАМАЗа было там не так уж и много чего взято. Например, дизельный двигатель КАМАЗ-740. Мотор этот считался несравнимо лучше тех, что делал ЗИЛ. Забавно, однако, и прототип будущего КАМАЗ-5320 в каком-то смысле ЗИЛ, поскольку разрабатывался он на ЗИЛе и даже назывался ЗИЛ-170. Тем не менее, производство машин в итоге наладили в Татарстане и первые серийные КАМАЗы 5320 выехали из ворот завода в 1976 году. ЗИЛ-170 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 ЗИЛ-170